Всем привет, с вами Пире. Сегодня побеседуем на одну очень интересную тему, а именно поговорим об альтернативных персонажах в битве за Азерот. Да, конечно, многие могут сказать, что игра за одного персонажа в текущий момент очень сильно напрягает и нужно делать очень много контента на основном персонаже. Но на самом деле, отыграв уже целых три с половиной дня в новом контенте, на самом деле это очень мало, но по тем действиям, что были сделаны в эти дни, это очень много. Прокачаны некоторые планки репутации, открытые доступы к некоторым новым подземельям. И что самое классное, почему именно стоит заниматься вторыми персонажами, третьими персонажами в битве за Азерот, так это то, что даже играя за второстепенного персонажа, вы пропускаете некоторые сценарии. К примеру, за Альянс, когда начинается цепочка, нужно убегать с тюрьмы Толдогора, мы можем это просто пропустить, играя на втором персонаже. Различные доступы к подземельям также можно пропустить, то есть какие-либо квестовые линии, пороги репутации, какие-либо полетки, это все открыто сразу, и какие-либо аванпосты открыты в принципе также. Да и на самом деле, если подбираться уже ближе к рейдам, приближаться ближе к такому вопросу, что почему меня не берут в рейде, ведь я так классно играю на конкретно каком-либо классе. Да может просто-напросто случиться так, что ваш класс станет неактуален в какое-то определенное рейдовое время, и как бы то грустно ни звучало, вы просто будете не нужны рейду, а ведь хочется быть полезным в рейде. Я прав? Думаю, да. К тому же, на второстепенных персонажах можно взять какие-либо другие профессии и снабжать своего основного персонажа. К примеру, на основном взять только профессии, которые что-либо делают, крафтовые, а на второстепенном персонаже взять какие-либо добывающие профессии. И путем пересылки реагентов просто-напросто как прокачивать репутацию, так и производить что-то полезное. К примеру, колоды карт, которые стоят сейчас достаточно много. Решать, конечно, вам заниматься вторыми персонажами или третьими. Или, может быть, вам хочется вообще вкачать, к примеру, всех бойцов ближнего боя, всех бойцов дальнего боя. И быть готовым к различным изменениям механик-классов и их балансу. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Берегите ноги. Решать же вам. А от вас жду комментариев насчет того, сколько персонажей вы готовы прокачать за первый месяц в контенте Битвы за Азерот. До скорого!